Дмитрий Юрьевич уехал отвозить на дешевый отель, присоединится к нам позже на такси. Сейчас всех топ-лидеров на таких лодочках отвозят на топовые мероприятия. Вы уже видели, как это было в Баку. Теперь увидите, как это будет возле Кистани. Очень интересно. Прям хочется, уже хочется. Вот это пример, когда шокерики съедают мямликов. Кто первый сел, тот первый ехал. Ресторан называется Айва. Я узнала. Это то, что надо было Диме сказать, куда ему на такси потом ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и закончилась официальная часть. Да, я уже разоблачилась в халат и в тапки. Я очень рад наступившему вечеру. Стало прохладно, стало комфортно. Охрененно. В обед эта микроволновка на все максимум. Правда, я вам скажу. Было очень жарко. Ты пока говоришь, я для Инстаграм. Я не могу так делать. А ты рассказывай, рассказывай. Было событие, я вам... Да что же такое-то, а? Было событие, я вам нарезочку кидал. Оцените, пожалуйста, вот это все событие, что происходило в течение этого сегодняшнего дня. И вчерашнего тоже. Ну и вчерашнего дня, да. Вот это... Я максимально хочу передать всю атмосферу вот этого события. Ну не знаю, сразу через камеру это все отрывками. К сожалению, невозможно сделать, но я пытаюсь, пытаюсь вам передать это все. И чтобы... Не знаю, опять это реклама. Опять это реклама. Какая это реклама? Это наш образ жизни. Как ты можешь делать? Я хочу вам передать, что и вы так же можете. Мы же пришли, вот... Не люблю это слово сетевое, да? Прямой продажи. Мы пришли в эту корпорацию совсем нулями. Нулями, ноль, ноль вообще, вот. Возьмите любому прохожему, скажите. А вы знаете опыт сетевого? Он скажет, нет. И мы так же. Это были мы. Да. Достаточно одной хорошей цели. И вы добьетесь большего, да? Вы измените свою жизнь. Вы станете самым главным, дорогим. Это что в нашей жизни? Самое дорогое. Это не деньги. Самое дорогое. Самое дорогое это свобода. Свобода. Вы получите свободу. Но просто так свободу не получить. Нужно немножечко поработать. Татьяна. Что? Ты знаешь, я думаю, мы, наверное, еще... Мы же еще не финалируемся, мы еще завтра погуляем. Да, да. Друзья, нам... Те партнеры, которые к нам приходят через YouTube, потом знакомятся с нами живую и охреневают, и говорят, насколько вы другие простые. Вот чем сейчас легче ребятам, которые к нам приходят? Друзья, мы настолько за три года изучили этот бизнес и созданы просто рабочие технологии, что заходи, бери и делай. Для меня это самый легкий способ создания своего бизнеса без вложения денег. А мы пошли отдыхать. Имеем право... Давайте два слова еще скажу. Кто хочет поближе с нами познакомиться... Приходите в команду. Подружиться. Мы со всеми любим дружиться, общаться, разговаривать и приезжать в гости. Приходите в команду. Приходите к нам в команду. Многие подписчики так и сделали. И я даже могу задокументировать данный момент. Это не фейк, это не реклама, ничего. У нас много подписчиков пришли с YouTube к нам в команду, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Всем доброго дня. У нас перед последним день пребывания в Самаркаде. Завтра мы улетаем. Приехали на рынок, который находится рядом с мечетью Бибихану. А рынок по понедельникам не работает. Только вот... А, не хотел увеличить. Вот такой вот овощной ряд и все. Поэтому умейте в виду, если вы решите приехать в понедельник на рынок за сувенирами или еще чем-либо, он там просто будет отсутствовать. Да, Дмитрий Юрьевич? Ты чай? Ты чай застройство и унижение? А, а чем у тебя унижение? Ну как бы... В понедельник день работаем. Да, ну вот здесь в понедельник день выходной их нужно иметь в виду. Друзья, доброго вечера. Сегодня мы с вами простились, когда шли вызывать такси. И, кстати, жарень такая, что голова, как будто два дня с ней ходишь, да? Ну да, утром побылся, а вечером уже не кто. Вечером уже не кто. Куда мы приехали, Дим? Мы в Регистане. Вскоре будет лазерное шоу. Я специально для вас буду записывать в 4К. 60 фпс, чтобы было все детально, красиво, четко. И обязательно мы это все включим в лоб. Да, поэтому ждите. Да. Меньше слов, больше эффекта. Больше красоты. Пусть он в тебе свекли. Пусть он в тебе свекли. Народом и державам так рассвет. Где справедливость есть, где гнета нет. Познанье чару, рахчи, дай скорей. Глотка вина, не стоит власть царей. Жду, 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 жду. Жду, 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 жду. Атман, насилие, венек. Я пью венек, страдания, за народу. Продолжение следует... 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 Ну что, все, у нас финальная точка Самарканда. Дмитрий Юрьевич уходит в Нирваны. Ушел. Дима-то ушел в Нирваны? Ушел, его нет. Надя, девочки. Пойдем с вами прогуляемся по аэропорту. Безумно скользкий пол. Я уже один раз чуть носом не клюнулась. У нас вылет через 2 часа. В 5 уже мы будем в небе. Очень много партнеров сибирского. Вот у кого-то с такими чемоданчиками. Это те, кто уже давно в компании. Это кто-то из лидеров. Потому что подарки дарили с определенного ранга. Очень прохладно. Мы тут думали... Ой, ладно, разница в ценах в аэропорту незначительная. Хотела Татьяна Павловна на рынке. Я забыла купить, прикупить изюмочка. Изюмчик в аэропорту почти 2 тысячи за килограмм. Какой бы вкусный узбек, всякие тысячи мощнее бы нахрен бы пало. Народа очень много. Особенно там на зоне вылета. Но потихоньку приезжая, прилетая... Поняли меня. Приходит очень строгая таможня, где мы вытащили все зажигалки. И что-то еще? А, девушка прям нас ощупывала. Хорошо, хоть уливчик не залазила. В общем, и даже заставляли полностью разуваться. Куда сейчас у нас вылета? Параллельно с нами у нас в Нуково, 11В. Это только удалите мы. Аэропорт небольшой, компактный. С точки зрения визуала очень симпатичный. Мне прям понравился. Много всяких магазинчиков. Много чего закрыто. Ой, это уже зевает все. Мы у Шарошки нас пожарили, гулялись, пообедали. Сейчас уже хочется в горизонт. Мы привыкли за несколько дней нахождения, что в дневное время здесь все спят. Будем возвращаться уже в свою реальность. Вот про этот ореховый рай я говорила. Мы так увидели сначала. Цены обрала, двулисью. Какие цены прикольные, дешевле, чем на рынке. Сейчас купим. Купили. На самом деле, все, что хотели, мы купили. Подарки всем купили. В пол-восьмого, в 19.30 мы будем в Москве. Ночуем во Внуково в аэропорту. И утром выезжаем. Едем через Нижний, забираем нашу Собакевича. Потом заезжаем к родителям. Это тоже по той дороге. И едем домой. В 31 вечера завтра мы будем дома. Смотрите, палы какие. Блестят, блестят. Я все растекаю в своем халате, который все думали, что я купила здесь. По факту нет. Привезла с собой вместе. Ну, в принципе, все. Мы с вами аэропорт прошли. То есть вот от того белого столба мы с вами начали движение. Сейчас покажу еще. Мы когда прилетели, все точно было такой шурум-брум. Знаете, вот когда хорошо отдохну, хочется очень хорошо дальше поработать, чтобы еще раз хорошо отдохнуть. Но уже в какой-то другой части России, либо света. Пока повторять самарканд не хочется. Возможно, чуть позже. Хотелось бы, знаете, осенью. Ну, в более, наверное, прохладную погоду. Мне тяжеловато. Я не очень люблю жару. Опять же, благодаря продукту сибирского у меня стабилизировали сосуды. Сейчас нет на фоне жары гипертонии, диких отеков. Но, тем не менее, жару переношу плоховато. Все равно некомфортно. Раньше вообще у меня мгновенно поднималась гипертония. То есть, когда я на большом количестве таблеток сидела. Сейчас, благодаря нашему приему встаем нашего продукта, этот момент у меня ушел. Но, тем не менее, мне ближе такой средний климат. Я готова иногда где-то погреться и потом возвернуться. Но вот за 4 минуты мы с вами прошли полностью всю зону ожидания. И идем на место. Пока на узбекских сим-картах довели. Сейчас тупо работаю. Закрою рабочие моменты. И спокойненько полетим. Так, ну что, друзья. Мы долго думали, где же за финалит наш волк по Узбекистану. И финале мы его... Я думаю, мы не будем писать. Где-то, может быть, в более укромном миссии. А в более укромном, да. В общем, мы... Мы в нижнем Новгороде, в Меге. Сейчас бегаем в пару магазинов, пообедаем. И потом пообщаемся с вами. Ну что, пока идем. Поговорим за кадром. Дмитрий Юрьевич, как вам Мега? Мы знаем, что мы сегодня вас... Год, мы сегодня с февраля... Года три месяца. Вот, убежь, поэтому... Мы чуть-чуть, ну как бы... Это чуть-чуть, чем-чуть. Самый чуйный. Наш любимый. Ну, это кафешка в сторону. Да. Вот гагава. Гагава, вот она вот здесь, краешку. Для нас раньше это было праздник здесь попетать. Да, это был отдых и поезд. Одновременно. И когда мы заказали это то же самое блюдо, когда мы ели ранее. И так, все это прошлое нахлонение было грустно. Почему грустно? Ты жалеешь то, что мне наоборот круто, что сейчас мы буквально вчера еще были в Самарканде. Нет, а почему теперь грустно? Я имею в виду то, что я нахлонен в такую степень воспоминания, что я чувствовал себя там после обеда придется идти и опять снимать обзоры. А после обзоров грузить газельку. Стоварники. Вот это, когда мы так активно нахлонены. То есть у тебя были такие ощущения, что тебе сейчас опять, я смотрю, Дима ест, и какой-то вот он, ну такой невеселый, говорю, господи, невкусный или что ему. Ну что, сколько 10 лет прошло? С 10-го года? Ну вот 22-й, 12 лет. Френдс. Так интересно. Я думаю, что с деванчиком все высказать. Все высказать? Ну давай, все. Мне бы то. Да. Мы хотели высказать о Самарканде, но при этом у нас что-то так это, влог такой воспоминаний Икеи. Ну и сейчас, знаешь, как будто здесь охранник должен вылезти, там девчонки должны стоять. А где люди? Ау! На сушке, на распродаже. Нет ничего не бывает. Это знаешь, как вернуться в дом детства, а его как будто бы уже нет. Ну да, ну почти. Такие вот ощущения. Давай вот сюда. Ну давай, возьми. О чем будем говорить? Так, мы с вами побывали в Самарканде, в Узбекистан. Мы максимально, сколько смогли, вам показали те интересные места, где мы были. К сожалению, мы не всегда могли физически вам все показать, потому что, ну, самое главное, было у нас впечатление, эмоции, а про камеру мы забывали. Но в большей степени. Поэтому особо на строго не судите. Нет, тем не менее, во всех местах мы показали. Ну, в основном, да, да, да. А плюс еще народу много, то есть какие-то просто, прям там в моменте озвучки делать неудобно. Показать проводку, да. Поэтому мы постараемся сейчас вот в конце блога по Узбекистану свое уму заключение по Узбекистану. Ну, как много слов по Узбекистану. Свою уму заключение, поэтому в логу. Татьяна, ну давай, давай, я немножко начну, что мне в первую очередь, давайте сначала с минусов, да, уже не давай плюсы. Нет, плюсы, соответственно, много, намного больше, чем меньше, поэтому я сначала лучше минусы расскажу, а потом плюсы. Как качественно-добротно-самый большой минус? Я не знаю, это бич Узбекистана или нет, но очень много попрошайк, особенно попрошайк, они очень сильно активизируются. Ближе к вечеру они ходят по пять, по шесть человек и маленькие дети выпрашивают деньги. Как местные жители говорят, это какое-то небольшое, можно сказать, ответвление от таджиков, что что-то такое. Я точно не даю, не даю до конца сказать. Никогда. Да, это какое-то ответвление от национальности таджиков, я не знаю, дальше я в подробности не вдавался, потому что мне так сильно сказал двух словах, я больше как бы не посмелелся, спрашиваю, а что, как, где, почему, потому что он меня уже привез на место, куда я еду, вот их называют люля. Они не работают? Они не работают, да, и тот момент, у меня была бутылка пепси целая, я говорю, на, маленькая, только бутылочка, им это не надо, им деньги давай. И я левого, как бы, крайним взглядом посмотрел, он отказался от бутылки лимонада, и потом из кармана достает, а у него там монады, вот сома, 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 блядь. Сома, да. Вот нифига себе, блин, дай денег, да у него больше в кармане денег было, чем у меня, когда я шел в гостиницу. Очень интересная национальность, они, получается, не работают, рожают очень-очень много детей, и подружившись, что занимаются женщины и дети, мужья сидят дома. Мужиков я, вот именно, вот, если, как вы, правда, не судите меня строго, может, я не хочу таджиков обижать, и не хочу узбеков обижать, вот, наверное, да, вот эта люля, национальность, ну, своеобразная. Своеобразная, в общем, да. Давай дальше. Второе, мне не понравилось, это разные цены для разных людей, по национальности, по субъекту. Нет, не по субъекту, жители разных стран. Да, для жителей разных стран разные цены. Вот, допустим, по той же самой гостинице, где мы жили, для нас была одна цена, а, допустим, если кто-то заселился из местных, это была бы совершенно другая цена, а это меня немножко разочаровывает. А почему так? Почему так? Слушай, ну, у нас, по-моему, для споконистов и типовки у нас для граждан не России ценник дороже, чем для России. Ничего, они приезжали примерно с этого, ну, там и все, все люди одинаковые, я не понимаю. Что еще, все, два минуса? Ой, ну ты рассказывай, я, может, у тебя есть какие-нибудь? У меня нет минусов. Жарко, но я сначала узнала, куда я ехала. Нам понравилось, было интересно, необычно. У нас еще учитывать, что мы были в рабочей поездке, поэтому, если бы мы просто поехали в Азбатистан, то я думаю, мы поехали бы на два дня в Ташкент, потом день передыха, потом два дня в Самарканд передыха, и потом в Бухарад, Ферганская долина, то есть мы бы побольше поездили, а так как мы были адаптивно привязаны к месту, соответственно, мы все, что хотели, посмотрели, еще остались за пределами Самарканда красоты, который прямо вот в радиусе города, но, к сожалению, слишком жарко для меня даже вот. Хотя, это еще не сезон. Ну, остальные минусы, думаю, наверное, несущественные. Это там, я думаю, даже не стоит озвучивать. Это, по-моему, в принципе, два больших минуса для меня было. Самый плюс, что я хочу к плюсам отнести, это тот момент, что это исландская страна, и там особо вы не увидите курящих людей вообще. Курящих не алкоголя? Да, ну алкоголь, да, кстати, не во всех магазинах продается, кстати, продается из-под полы, как сигареты, так и пиво. Вы любите вообще, как бы на витрине вот это все, а если спросите, через каждый магазин, да, там или сигареты, или пивасик, у меня из-под полы есть, продают. Вот, к чему я клоню, кто хочет бросить курить, именно езжайте в Самарканд, Ташкент, и понимаете, там вот эта сама атмосфера, там чисто, там нет бычков вообще нигде, вот он, город чистый, да, это очень приятно, и ненароком никто не курит, и ты даже, как вам объяснить, когда вы закурите в городе, да, вы будете себя неловко чувствовать. Лишний раз не достанешь. Да, лишний раз не достанешь, а если будешь курить, то обязательно урден. Вот так, я думаю, это для тех, кто хочет бросить бросить курить, я что для себя, да, отметила, просто, не знаю, бесплатный, можно сказать, такси до аэропорта, туда и обратно, мы доехали. Ну тут давай, не буду, как подробности, тут, давай мы немножко, как бы сократим этот момент, мы это говорили во влоге, да, во влоге мы это говорили, очень бюджетное такси, очень бюджетная еда, ровно в два раза смело можешь сказать, что дешевле, чем в России, можно объедаться бесконечно, и всегда деньги останутся. Мы с такими сейчас, что-то не делали. Да нет, я уже нормально приехал. Вот, что я могу сказать, общался с местными жителями, и они говорили, что Самарканд за последнее время очень сильно изменился в лучшую сторону, он начал хорошо обустраиваться, вот это именно специально, как бы, может быть, в сторону туризма, они начали очень хорошо все развивать. Буквально 3-4 год назад, как бы, вместо говорили, такого не было, совершенно. Очень понравился, кстати, Самарканд с этим не понравился. Да, конечно, это не в таких больших масштабах все это изменяется, но люди говорят, это очень ощутимо, видно, и я не очень радуюсь этому моменту, что город преображается. А можно я одной фразой за финалю, все, наш с тобой долгую речь? Да. В Самарканд хотя бы один раз в жизни съездить нужно. И Самарканд, вообще лучше Узбекистан, посещать 3 дня Ташкент, это наше умо заключение. А я уже так правильно говорила, да. По три дня в каждом городе, повторюсь, это наше умо заключение. И мы уже с Димой это обсуждали, нам было бы интересно посмотреть, какой он более ранний весной и осенью, то есть вот когда температура покомфортнее. Поэтому если кто там живет на постоянку, расскажите как у вас, например, в сентябре-октябре и там в апреле, потому что в мае мы были уже жарко. Поэтому Узбекистан, благодарим за гостеприимство, нам очень понравилось. Сидим с Дмитрием Юрьевичем на диване клепан, покажи. Он еще кожаный. Да, сидим на диване клепан, икеевская обстановка. Ну, немножко давайте мы, Татьяна Павловна, посидим, поностальгируем. А вам мы желаем удачи. Спасибо, что вы с нами. Смотрите. Нам это очень приятно. Неприятно? Нам очень приятно это видеть. А следующие серии, друзья, это будет влог о доме, потому что мы сейчас уже прям, мне звонили строители, что же все готово нам осталось, там сделать по мелочи, потолки и прочее. А то мы с вами будем подбирать мебель нам. Мы тут уже параллельно едем по дороге это делаем, общаемся. Нормализный способ, да? Ну, мы быстрее, мне руководство. Все, в общем, всех любить. Мы не пропадаем, много будет интересного контента в будущем, поэтому только подписывайтесь. Привет, хитера. Мы вас тоже любим.